Давайте теперь приступим к теме, как найти свой стиль. Мне бы интересно было узнать, как вы думаете, зачем нужен свой стиль? Что такое вообще стиль для вас в творчестве? Кто-нибудь хочет ответить? Что-то выделяться или нести свою идею? Узнаваемость. Самое интересное, что это самый часто задаваемый вопрос. Я учусь в колледже, в институте в Великобритании на факультете иллюстрации детской книги. Так вот, этот вопрос задают абсолютно все студенты. И в перерывах они обсуждают чаще всего это или свой собственный стиль, или стиль других иллюстраторов. И что самое интересное, большинство из них уверены, что у них своего стиля нет. Хотя я всегда могу узнать их работы. Ну, начнем. Что такое стиль для меня? Ну, да, вот как сказали, это узнаваемость. Конечно, мы все хотим, вот как гопчинская наша, украинская, ее все знают. Ее девочек, мальчиков узнают абсолютно все. И это, конечно, ей добавляет очков. Каждая смотрит на ее картинки, думает, вот бы мне так. Только глянул, и сразу понятно, кто это. Второе, почему-то считают, что если у тебя есть свой стиль, значит, ты профессионал своего дела. Но это спорный вопрос. Очень многие профессионалы развиваются всю свою жизнь и меняют свой стиль. Я, например, считаю, что я не придерживаюсь какого-то конкретного стиля. Уникальность бренда. Вы – это ваш бренд. Соответственно, ваш стиль – это ваш бренд. Конечно, если он уникален, то у вас есть монополия. То есть покупают ваш бренд, потому что кроме вас именно так больше никто не сделает. Если вы единственный работаете в таком русле, естественно, вы можете назначать гораздо более высокую цену, потому что вам альтернативы нет. Опять же, ну, несмотря на то, что я считаю, что у меня сформировавшегося стиля нет как такового, но, тем не менее, каким-то образом мы обсудим, почему мои рисунки считаются уникальными и люди их узнают. Стабильность. Конечно, если у вас есть свой стиль, то у вас портфолио набито одним содержанием. Любой заказчик сразу будет видеть, что он получит в конце. И очень часто и издатели, и многие заказчики, когда они видят разнобой, много разных вариантов в портфолио, они не могут толком выбрать, что им… И они боятся, то есть, а вдруг окажется, что мне нарисуют совсем не то, что я хочу. То есть стабильность – это и заказчик более расслаблен, он знает, что получит. И вы знаете, если ваш стиль пользуется популярностью, вы знаете, что у вас работа будет и завтра, и послезавтра, потому что вы востребованы. Ну и творческое тщеславие. Это же круто, когда кроме вас больше так никто не рисует. Но опять же, это все очень-очень относительно. Ну вот я собрала буквально первые мои рисуночки, которые увидела сама в своем компьютере. Как вы считаете, у меня есть свой стиль? Ну, смотрите, я рисую совершенно… То есть я рисую в разных медиа. Я могу рисовать на компьютере, я могу рисовать руками. Там у меня носики большие. Кстати, одно время я думала, вот мне нужна моя фишка какая-нибудь. И я решила, что это будут большие такие жирные носы на пол лица. А потом мне надоело рисовать жирные носы. И я решила, ну что ж, я буду вот теперь всю жизнь рисовать. Я решила рисовать маленькие носики, курносики или еще какие-нибудь. То есть я никогда не привязывала себя ни к каким условностям. Сегодня мне хочется рисовать фломастерами, я рисую фломастерами. Завтра мне захочется рисовать, я не знаю, на планшете, буду рисовать на планшете. Все эти рисунки нарисованы под настроение. И без какого-то желания, чтобы они были похожи чем-то между собой. Как почувствовала, так нарисовала. Как вы думаете, почему в таком случае, если я никогда не стремилась к своему стилю, почему мои рисунки узнаваемы? Чем именно? Да, на мой взгляд, стиль – это проявление вашего внутреннего мира. У нас обычно начинают с конца. Вот особенно молодые творцы, они начинают не с анализа себя, и что они хотят, и что они из себя представляют. Они начинают с того, что посмотрели, о, класс, прикол, я так хочу. Или увидели еще, о, вот это пользуется популярностью, надо мне вот так вот научиться. Или, и причем это меняется каждый день сегодня. В моде одно, завтра в моде другое. Сегодня и вкусы меняются. Сегодня вы увидели одного художника, который, стиль которого вам нравится, завтра вы увидели другого. Вы же не будете скакать от первого к четвертому и наоборот. То есть прежде всего, прежде чем задуматься о том, как вы хотите рисовать, вы должны или не рисовать, или что угодно, каким бы творчеством вы ни занимались, главное понять, что такое вы, что вы из себя представляете, что вы пытаетесь донести до публики. Вот, допустим, по моим рисункам, как бы анализируя себя, я добрая. Это сразу видно по моим рисункам. То есть даже если бы я очень захотела нарисовать что-то страшное и неприятное, у меня бы навряд ли получилось. У меня даже монстры добрые. Я люблю юмор. То есть это тоже прослеживается независимо от того, как я рисую, чем я рисую, и какие там у меня ручки, ножки и носики. Сегодня я их рисую прямыми, завтра я их рисую веревочками. Как угодно. Но в моих работах везде видна моя сущность, личность. То есть поэтому как бы первый пункт нашего плана – это загляните в себя. Да. Спасибо. Спасибо.